Я никогда бы не подумал, что русский лес может приобрести такую прекрасную форму и зазвучать, как вы сейчас услышите. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот звучит сейчас русская гитара, и это звучит наш русский лес. Это Telecaster Semi, производитель Inspektor. Это Inspektor TT Semi, Hello Body. Полуакустика. Я держу второй раз в жизни полуакустику. Первый раз я держал в Бразилии, там какая-то кастомная гитара была. Что-то наподобие Гибсона сделано, я не помню, что за фирма, но я тогда проникся вообще идеей именно Hello Body. Дает своего рода такие налоговые резонансы. Даже если в линию подключить, просто в звуковую карту будет уже отличаться звучание от просто обученного телекастера. Данный цвет это что-то вроде табачного самбёрста, но на сайте производителя я смотрел, у них красный самбёрст только. Я не видел, что можно типа выбрать табачный цвет. Причём здесь есть белая каёмка, очень красиво сделана. Это глянцевый лак, вся просто блестит. Здесь толщина корпуса 43 мм, с учётом того, что здесь кленовые топы. У этой модели есть ещё, скажем так, свой брат Бигсби. То есть здесь стоит в бридже машинка. Вы знаете, я просто не могу перестать удивляться. Я второй раз впечатлён инспектором. Я просто не нахожу слов, как описать эту гитару. Я также параллельно делал ещё обзор на инспектор штурм, мультимензура штурм. Кстати, которая идёт вместе с чехлом. И эта гитара, и та гитара. Вот здесь по ссылочке в описании можете посмотреть. И та гитара, я вот её рассматривал просто как выполнение определённых задач, которые передо мной стоят вместе с ребятами перед записью альбома, перед выступлениями в дальнейшем. Надеюсь, что так случится. И я к этому очень хладнокровно подходил. И то меня та гитара впечатлила. Но вот эта гитара... Я её не отпускал. Вот всё это время из рук, что обе гитары, я за ту гитару не садился практически. А эту гитару я просто в свободное время не отпускал. Реально, ну... Тут просто... Знаете, как флэшбэк вот в детство просто вернулся. Но других слов нету. У меня был телекастер, у меня был страт. И вот сейчас я эту гитару в руки взял. И мне захотелось играть ту музыку, которую я слушал в детстве. Но эта гитара всё-таки для другого. Это для профессионалов, которые хотят поиграть блюз, джаз. То есть это вот именно для этого гитара. Первое, с чего я начну, это гриф. Реально очень охрененно сделан. Это матовый лак, накладка кленовая, башка стандартная, классическая, колки 6 в линию. Кстати, что за колки, я не знаю. Далее у нас идёт костяной порожек. 22 лада, мензура 25,5. Ширина порожка 2,8 мм. И инкрустация точки. Ещё здесь кое-что есть, сейчас вам покажу. Вот видите, вот эту точку. Это, наверное, пока единственное, что я увидел, что как будто как-то криво сделано. И крепление грифа, соответственно, на винтах. Это вторая гитара Инспектор, которая мне попадается с профилем грифа С. Здесь ширина порожка 42. В принципе, удобно. Рука ложится очень хорошо. Ну и, конечно, задняя надпись. От чистого сердца говорю. Это очень круто, что везде написано Russian Guitars. Везде. И сзади, и впереди. Супер. Ну и последнее, что осталось добавить. Тут анкер двойного действия. И мне очень нравится натуральный цвет, как они сделали. Вот так выглядит гриф с корпусом. Есть небольшое расстояние вот здесь. Ну и, соответственно, сам корпус. Корпус, ребята, у нас из ольхи с топами клёна. По поводу баланса гитары. Ну, мне тоже было удобно, когда она висела на мне. Но вот когда она лежит здесь, предполагаю, так как у них есть просто телекастер без hollow body. Соответственно, я думаю, что они взяли просто ту модель и сделали hollow body. Но при этом гриф всё-таки немножко перевешивает. Я не знаю, как сильно влияет это на игру у других, но вот если положить, оно перевешивает. То есть, голова падает. Но я вот положил сюда, положил руку сюда, и всё. И она у меня уже равновешена. Чего хочу, то и творю. И как бы, в принципе, мне лично удобно. Сразу скажу по поводу струн. Это Дадарио 1046. Ремни-держатели на корпусе абсолютно стандартные. Вот здесь и вот здесь. Всё на своих позициях. Я как-то раз натыкался на обзор других ребят. И говорили, что вот ручки, например, они как-то очень, ну, фигово сидят. Они шатаются туда-сюда. В данной гитаре, вот то, что мне дали, вообще всё очень чётко, всё ровно. И никаких претензий нет. Это звук. А этот он. И переключатель трёхпозиционный. Нек, середина и бридж. Бридж здесь телекастер фиксированный. Сквозной. То есть, отсюда всё идёт. Вообще, я смотрел, он чем-то мне напоминает Hardtail. Но вот, когда я переписывался с одним из представителей, ну, попросили назвать всё-таки телекастер фиксированный. И мы дошли до самого, я не знаю, такого нюанса, который... Ну, я просто не знал, что здесь за звук снимателя. Я её когда подключил, она очень ярко звучит за счёт клёна. Оно и яркое, и мягкое. Здесь стоят звукосниматели Fockenraut. Два хамбакера. Ну, и как и любая классика, здесь вся фурнитура хромированная. И приключатели, и сами хамбакеры. Сам бридж. Сзади тоже хром. Гитара очень красивая. И по звучанию сейчас мы услышим, как она, в принципе, более-менее звучит. Просто в линию. Сейчас бридж-позиция. Нек-позиция. И центральная. А вообще есть такая теория, что на телекастерах играть сложнее, чем на Лес Поле. Потому что здесь из-за его яркого звука сразу слышно все косяки, которые, как у меня, кстати, есть. Не знаю, правда это или нет, но мне немножко сложнее на этой гитаре играть, чем на моём Лес Поле, например. Нек-позиция. Субтитры сделал DimaTorzok Очень мне понравилось, очень. Давайте мы ее послушаем через тег. Я сейчас в городе Александров, и человек по имени Роман Никонов мне предоставил возможность попользоваться вот этой штукой. Я сейчас начну именно с нее, потому что это мытищи. То есть у нас сегодня просто Russian stack полный. Я не знаю, вот это что, конечно, никогда еще не встречал. Но вот этот R&R, это мытищи, мне сказали, что было производство. И он типа чем-то напоминает мясобуги. Вот я поставил рекордер, и то, что вы слышите здесь, с шипением, со всеми пердежами и так далее, это будет вот прям вживую. Почему я это хочу сейчас сделать? Потому что телекастер, в принципе, можно рулить на него звук, какой угодно, с помощью плагинов. Но саму мощь телекастера можно услышать, когда есть энное количество ватт. В данном случае. Начнем с NECO. Музыка. 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 А что если включить перегруз? Теперь бридж. Довольно мягкий приятный звук. Для своего бюджета эта гитара звучит на сегодняшний день, я считаю, прям, ну, вообще очень круто. Во-первых, они меня удивили тем, что они телекастер сделали, а именно полуакустику. То есть вот эти резонансы, которые создаются в деке, они снимаются звучками Fokin прям... Ну, в общем, я бы не сказал, что это русские производители, реально. То есть я настолько удивлен, я... Во-первых, телекастеры вообще, они мне не нужны, я металлист. Я не играю вот типа такого, то, что вы сейчас слышали. Но, блин, я просто в детство упал, реально. Я телекастером очень давно не пользовался, и просто вот эта вот связка... Я такой, о, ни хрена себе! Но, 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 минуточку. Эта гитара не для панкухи, нет, ни в коем случае. Эта гитара создана, создана. Например. Она создана для блюза больше. Она создана для рока. Я даже не знаю, вот, хард-рок, да? Какой-нибудь такой или там. Что-нибудь в этом духе? Я, я не знаю, у меня просто нет слов. Я, наверное, просто впечатлен телекастером, потому что я его последний раз брал, хрен знает когда, в руки. Она реально звучит топово. Для своей цены вообще круто. Настолько чисто. Просто, я не знаю, я прям стою, никаких обработок, ничего. Мне очень нравится. Я прям кайфую. На неке. Мне она очень нравится. Вообще очень круто. Я считаю, что инспектор сделали какую-то уникальную гитару. Она меня отправила в какой-то момент, в то детство, и я реально получил эйфорию от того, что это телекастер, от того, что это телекастер, который хорошо звучит. Именно из-за того, что здесь есть полость, из-за того, что это полуакустика. Меня впечатлило. Спасибо. Огромное, что дали возможность ее вообще подержать. То есть, ну, как бы у меня не было никогда в жизни такого. Это я говорю искренне, честно. И, блин, это очень круто, ребят. Итак, мы сейчас вернулись, и я поговорил с одним чувачком, он пишет рыбчину, его зовут Рома, и, в общем, он мне скинул акапеллу. И я хочу попробовать на этой гитаре сделать какую-то аранжировку и минус роковую под рэп. Давайте посмотрим вообще, что получится. Сразу скажу, что он сделал это на скорую руку, и не думайте, что сейчас будет что-то прям в балне. А, 110 bpm, отлично. Давайте сразу 110 и выставим. Прошу прощения, я сейчас одену наушники, потому что за стеной дети спят до 3 часов. Мы просто бродим на выходе, бродим. Кстати, прикольно, присвингованный так он стиль выбрал. Сейчас набросаю драмки просто обычные. Запишем гитару, потому что самое главное нам понять, как звучит именно эта гитара здесь. Ходим, мы просто ходим. Так, теперь я этот же ритм перекопирую типа а-ля бит какой-нибудь. Возьму стандартный FPC и закину их на 15 канал. Извините, что я боком сижу. Идем в паке, сейчас подберем звучки какие-нибудь сразу. Надо фактурную, кстати, брать. Так, кик мы выбрали. Мне этот больше нравится, кстати. Хай-хэт. Короче, пока так оставлю. Итак, сейчас я записываю neck позицию, чтобы был поплотнее звук. Кстати, поближе сделаю. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Знаете, что я вам хочу сказать? Мне очень нравится ее хрустящий звук. Просто послушайте, это бридж и прям... Это очень красиво, очень красиво. Пишем припев. Мне, кстати, очень понравился сустейн. Он, по идее, должен быть короткий. Но здесь, видимо, из-за халлоу-боди, он какой-то более такой протяженный. Такой резонирующий звук. Я даже, когда сейчас громкость убавлял, она ушла постепенно. Видимо, это какая-то модель хамбакеров. Я в наушниках слышу все-таки какие-то шумы. Хотя при этом у меня не дисторшн, а овердрайв. Эмуляция, конечно же. Во время игры на стеке, тоже, когда я ее подключил, все-таки это телек. Если вы хотите, чтобы вы не фонили, то вам нужно Noise Gate покупать отдельно. Может быть, я ошибаюсь, напишите в комментариях, так оно или нет. За такую цену халлоу-боди очень сложно найти качественной. А именно эта гитара, которая у меня в руках, она реально очень хорошо сделана. Второй раз гитара-инспектор у меня в руках, и второй раз я впечатлен. Но в этот раз я впечатлен по-особенному, потому что у меня все-таки эмоции нахлестывают. Они идут из прошлого. Это было очень круто, и сейчас у меня вот такие вот воспоминания. Спасибо за просмотр. Если было видео полезным, поддержите, пожалуйста, канал. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, что вот есть такой канал. Спасибо. До скорых встреч. А я поиграю еще, пока есть возможность.